Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня я буду готовить... Никогда не догадаетесь... Сегодня я буду готовить свинину! Да, настоящую свинину! Мои подписчики и просто зрители очень часто спрашивают, почему я готовлю только барашка и не готовлю другие виды мяса? Ответ очень простой. Поэтому хорошая, качественная свинина стоит достаточно дорого и продается не так часто, как хотелось бы ее встретить. Но в этот раз я был в магазине, и я увидел вот такие обалденные, очень красивые на срезе, на разрезе, кусочки грудинки из свинины. Они мне очень понравились, и я решил их купить, чтобы быстро приготовить. Но, как всегда, скорее всего, я знал, что меня ожидает, поэтому сам аромат у свинины, он никакой. Настоящее свиное мясо так никогда не будет пахнуть. Это что-то похожее на замаринованный труп. То есть, эта магазинная свинина ужасная. Поэтому, если я что-то и готовлю, то я стараюсь покупать кусочки мяса, свинину или говядину на рынке, там, где хотя бы видно настоящее качество мяса, видно продавца, и я знаю, что я буду покупать. Это, конечно же, фабричное мяско. Оно невкусное, не ароматное, но я его уже купил, поэтому я его приготовлю. Я буду готовить его тремя разными способами. Сейчас лето, у меня в руках бокал белого, холодного, сухого вина. Конечно, бытует мнение, что к мясу подают красное вино. Но вот эта свинина, которую я купил, она никак не тянет на название мяса, поэтому белое вино, как будто бы эта птица, ее будет лучше всего подчеркивать. У меня три одинаковых кусочка грудинки. Я их буду готовить следующими способами. Вот этот кусочек, он потолще, и здесь мяска побольше. Я его разрежу пополам, чтобы удобно было класть его в духовку. Вот здесь есть разрез в ребрышке. Я его буду готовить при температуре 180 градусов. А вот эти два кусочка я буду готовить при низкой температуре, при температуре 100 градусов. Но один кусочек я сначала обжарю, а потом положу в духовку. А другой кусочек я сразу положу в духовку холодной, без обжарки. И попозже мы сравним все эти варианты приготовления и вкусы. Сейчас я приготовлю пряную смесь из трав, для того, чтобы посыпать ими свиной грудинку. Вот здесь у меня шалфей луговой. Это, конечно, не та пряность, которая очень ароматная. Это не шалфей лекарственный, но тоже у него есть свой аромат, у этого цветочка, поэтому я его добавляю в ступку. Ягоды можжевельника, душистый перец, зерна кардамона, коробочки кардамона, зерна кориандра, кимьян, зерна горчицы, черный перец. Также я взял несколько зубочков чеснока. Чеснок я измельчу на терке. Чугунную сковороду я хорошо разогрел. Наливаю на нее немного растительного масла. Самое важное, я буду обжаривать кусочки грудинки не соленой и без пряностей. Также я обжариваю второй кусочек грудинки. Грудинку я обжарил. Также у меня есть два кусочка, которые будут идти не обжарены. Я все выкладываю на стол и солю. И хорошенечко посыпаю смесью пряностей, которые мы растерли в ступке. Теперь первый кусочек свининки, который будет греться при температуре 180 градусов, я выкладываю вот так на фольгу и заматываю. Фольгу я кладу матовой стороной вверх. То же самое я проделаю с другими кусочками мяска. Очень важный момент. Я кладу мясо в горячую сковороду, которую разогрел на огне, для того, чтобы не тратить время на нагрев сковороды. Отправляю кусочек при температуре 180 градусов минут на 20. Мясо очень нежное. И эта магазинная свинина, она уже почти готова. 20 минут и выключаем духовку. Она там еще будет остывать минут 10. Первый кусочек грудинки, который готовился при температуре 180 градусов 20 минут, уже готов. Он уже провел какое-то время без духовки. Теперь я беру два вторых кусочка грудинки. Один обжаренный, а второй не обжаренный. Далую сковороду, сковорода градусов 50, и отправляю их в духовку при температуре 100 градусов на час. Раскрываем фольгу. Сколько здесь сока и подливки. Свиная грудинка, приготовленная первым способом, при температуре 180 градусов, уже готова. Вот столько сока вышло из самого мяска. Но все мы знаем, что это, конечно же, не сок. Это специальная жидкость, которой шприцуют мясо в магазинах, для того, чтобы придать ему сочность. Это специальная, современная технология. Она создана не для того, чтобы сделать обман над покупателями, а для того, чтобы улучшить качество мяса. Конечно, настоящая свинина, которая выращена обычным человеком, таких технологий не требует, и ее мясо намного вкуснее. Поэтому это просто жидкость. Очень хорошо подобраны пряности. Я доволен тем, что сюда добавил. Пахнет отлично. Совершенно не слышно того первичного аромата или запаха сырого мяса, который был не очень хороший. Поэтому начнем пробовать. У меня есть желание попробовать мясо теплое, а потом холодное. Потому что я не знаю, какое мясо будет вкуснее именно по этому способу, которое уже остыло из холодильника или которое еще горячее. Конечно же, мясо очень хорошо приготовлено. Слышно очень яркая текстура. То есть оно такое даже не то чтобы упругое, а слегка чуть-чуть жестковатое. Но оно полностью готово. То есть видно по срезу мясо идеально готовое. Для того, чтобы не выпускать из мяса сок, я готовил мясо всего 20 минут. Мясо возле шкурки, там где больше жирка, более интересное и более мягкое. Всего достаточно, всего в меру. Мне очень нравится. Единственное, что я хочу сравнить, это какой вкус мяса будет, когда оно будет остывшее. Поэтому ждем приготовления еще двух кусочков по двум разным способам. Это мясо остывает и продолжаем дегустацию. Итак, друзья, наступил второй день дегустации. Сегодня у меня уже прекрасное, холодное, свежее пилко. И три восхитительных кусочка свиной грудинки, которые уже отдохнули в холодильнике. Три кусочка, потому что три разных способа. Начнем со способа, который мы вчера пробовали горяченьким. Где же он? А мы его съели. Дело в том, что пока меня не было, этот вариант кто-то взял и съел. И написал вот такую записку. Но они очень сильно обещали и говорили, что это было так вкусно, так вкусно, поэтому я не знаю, насколько это было вкусно в холодном виде, но этого варианта уже нет. Поэтому сейчас у нас два варианта грудинки, которые готовились при низкой температуре в 100 градусов. Один кусочек грудинки я сначала обжарил в сковороде и завернул в фольгу, а второй кусочек я не обжаривал и просто сырым положил в фольгу. Оба кусочка готовились при температуре в 100 градусов ровно 60 минут. После того, как духовка выключилась, они там остывали еще минут 20. Поэтому начнем пробовать. Уже по внешнему виду очень отчетливо видно, что кусочек, который не подвергался термообработке дополнительной, у него мяско и сало вот такое свеженькое, светленькое. Оно не розовое, оно такое именно яркое, красивое. А кусочек, который мы сначала обжаривали, у него мяско потемнее. Приправки там и там одинаковые, поэтому начнем пробовать. Я предполагаю, что более тонкий и нежный вкус будет у кусочка, который я не обжаривал. Поэтому я начну с него, чтобы мои рецепторы ощутили всю новизну и деликатность этого продукта. Грудинка из холодильника. Она, конечно, сейчас лето очень быстро нагревается, но в любом случае сало у нее тверненькое, упруненькое, такое, какое должно быть уже у охлажденной грудинки. аромат очень приятный, слышен аромат чесночка, вызывает аппетит. Пробуем. Мясо мягусенькое, идеальное, совершенно не та текстура, какая была у мяса с первого кусочка, который бы кушали горячим. Жир или сало упругая. Очень вкусно. Пробуем кусочек, который мы сначала обжаривали. Здесь именно больше аромат похож уже на жареное мясо. Такое классическое, то, что мы обычно любим с золотистой корочкой. А здесь именно аромат чего-то такого очень хорошего. по вкусу. Очень забавно, но здесь мяско более не то чтобы жесткое, более текстурное, такое, как будто бы такое плотное, хотя оно обжаривалось. А вот здесь мяско мягусенькое. Я понял, что это такое. Это всем хорошо известный вкус свинины, которая была приготовлена и поезжала в холодильнике. То есть оно очень вкусное, зажаренное. Именно все эти характерные нотки здесь присутствуют. Реакция Майяра, все-все-все есть. Но это просто какой-то кусочек мяса, который холодный. а вот здесь в третьем варианте, который мы не подвергали дополнительной термообработке, все совершенно по-другому. Все кажется возвышенным, очень нежным и утонченным. Друзья, это восхитительно. Это просто восхитительно. Вот этот кусочек или этот вариант мне нравится больше всего. Напомню, что это мой способ приготовления, взят из приготовления из бараньей брюшины, там, где много жира и его так не очень удобно кушать и он невкусный. Я нашел вариант и делаю эту брюшину такую обалденную. Все едят и говорят класс, это даже вкуснее, чем баранье мясо. И даже свиная грудинка, приготовленная по моему способу для баранинки, получается идеально и великолепно. Поэтому я отдаю свое предпочтение варианту номер три. Это мы берем кусочек грудинки, солим, приправляем пряностями, заворачиваем фольгу и на холодный противень духовку до 100 градусов. В зависимости от того, насколько у вас большой кусочек, мы выбираем время приготовления. Кусочек у меня был малюсенький, поэтому одного часа было достаточно. Мне очень понравился третий способ. Друзья, я не знаю, что понравилось вам. Пишите в комментариях, что вы думаете, какой вариант выбрали бы вы. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, даже два. Подписывайтесь на мой канал. Ссылочка для подписки вот здесь внизу. Ручки жирные. Рядышком есть колокольчик. Нажимайте на колокольчик и вы будете всегда в курсе всех новых видео на моем канале. Холодное пиво летом это лучший напиток. И помните, друзья, кухня это самое спокойное место.